Должок за прошлый раз, просто, как это правильно сказать, чтобы было понятно, я хотел такую программу написать в онлайне, у нас не хватило времени и я просто позабыл. Она очень простая. Смотрите, вот, надеюсь, всем видно. Расскажите мне, пожалуйста, что будет делать эта программа. Это тема прошлого занятия, форки, вот это все. Точнее, не так. Что мы увидим на экране в качестве выдачи? Можно в общих словах не обязательно, так сказать, дословно. Ну, напоминаю, что вот это просто тернарная операция в C. В зависимости от того, P равно нулю или не нулю, у нас он выведет слово parent или слово child, собственно, что определяется форком. Подсказка. Мы помним, что при форке у нас создается две копии процесса с разными идентификаторами и со всем остальным, в общем-то, одинаковым. Ну, то есть код у нас вообще один и тот же, память копируется и, что важно, все открытые файлы тоже копируются, то есть у одного и у другого процесса открытыми будут одни и те же файлы и писать он будет в одно и то же место. Не-не-не, тут один единственный форк. Все проще. Я же говорю, я не задаю умных вопросов, да. Максимум они не очень глупые. У нас ровно один форк. И при этом получается два процесса, каждый из которых выполняет вот этот вот цикл. Вот. Значит, ну ладно, пока все тормозят, значит, тогда я сам. Результат довольно ожиданный, хотя и, скажем так, вполне объяснимый, хотя не сразу ожиданный. Какой-то бред. Сейчас, секунду. А, нет, тут не нужно. Вот. Я хотел еще вот это и вот это. Вот. Так будет, так будет немножко понятней. Смотрите. Вот тут они выводят попеременно, то child, то parent. Ну, это совершенно необязательно. А вот здесь, кстати, тоже. Ну, эй, я хочу, чтобы они выводили непопеременно. Машина слишком быстро. О, нет, смотрите. Вообще говоря, не определено, в каком порядке в один и тот же stood out будут писать два процесса, порожденные, ну, друг от друга. Вот тут вот с нашим child что-то случилось, он на некоторое время подвис. Что с ним случилось, не знаю. За это время parent успел десяток сообщений вывести, потом child начал снова вывозить. Вот. На других архитектурах, так скажем, ну, других, да, в котором планировщик работает слегка по-другому. Ну, кстати, я не помню, какой у меня здесь пароль. Сейчас. Вот. Сейчас. Во. Нет, не так. Вот здесь, по-моему, точно. Вот он, fork.mes. Во. Вот на саугоне планировщик устроен слегка по-другому, а может быть, подсистема вот вывода устроена слегка по-другому. А может быть, дело в том, что мы присоединились к нему по ССХ, и вот вывод работает медленнее. Но, как видите, как я уже говорил, порядок, в котором одно, один процесс выводит и второй выводит, неопределен. И тут, вот видите, они успевают по нескольку сообщений вывести, прежде чем планировщик переключит на другой процесс, и он начнет вывозить. Да. И это плата за асинхронность, и это, собственно, разговор о прошлом, значит, на тему прошлого, на прошлой лекции. На этой лекции я обещал рассказать про права доступа, и, видимо, я это сделаю на практике, и мы попробуем написать программу на C, которая это делает. Потому что, понятное дело, что, как всегда это бывает в системах по стандарту POSIX, командный интерфейс простой, а программный интерфейс, ну, так себе. Вот. Значит, что такое права доступа? Мы с вами уже знаем, что у каждого пользователя есть уникальный идентификатор. Вот он. Уникальный идентификатор, который, к слову сказать, лежит в каталоге в файле PTC по SVD. Вот. Вот они, все эти идентификаторы. Вот я. Вот. И это первый номер, вот первый из номеров, которые здесь есть. Про второй расскажу чуть позже. Вот этот первый номер, это ваш уникальный идентификатор. Ему соответствует входное имя, под которым вы зарегистрировались. Вот оно. И когда вы просто, собственно, заходите, неважно как, по секьюри-шеллу, с консоли, с графической, говорит, по самого менеджера дисплея, вы вводите свое имя и пароль, который, по иронии судьбы, не лежит в файле, который называется PASSWD, от слова PASSWORD. Да, там чего нету, так это вашего пароля. Вместо него написано буквочка X. Так уж устроено. Вот. Когда мы будем говорить про безопасность и про пароли, мы посмотрим, где что лежит. Хотя нет, мы, наверное, даже сегодня это увидим. Мы даже сегодня это увидим. Вот. Значит, скажу так. В POSIX системах, в частности в Linux, пароли пользователей не хранятся вообще. Совсем. Вместо паролей там хранятся хэши от них. Причем хэши невосстановимые. То есть такие, из которых, по крайней мере, если не найдено уязвимостей, восстановить пароль, сделать обратную функцию просто нельзя. Вот. Можно попытаться подобрать такой пароль, хэш которого совпадет с имеющимся. То есть вызвать коллизию хэшей. Но обратную функцию хэш-функции, которая кодирует пароли, сделать нельзя. По этой причине, а еще по причине того, что функция хэширования считалась достаточно криптостойкой, раньше эти хэши хранились прямо в файле по СВД, вот в том месте, где у нас буквочка X. Потом выяснилось, что, во-первых, возможен атака по словарю, потому что большинство пользователей не очень сообразительны и не очень креативны при выборе себе пароля. Какой-нибудь Микки Маус или что-нибудь такое, или там Микки Маус раз, два, три, это максимум сложности, которые они могут себе позволить. Понятное дело, что атака по словарю, если у нас уже есть хэш, который мы можем прочесть, это вещь достаточно популярная. Поэтому поле с паролями убрали в другой файл, про который мы поговорим позже. И теперь в файле по СВД есть все за исключением пароля. Это входное имя пользователя, его идентификатор, идентификатор группы, которому этот пользователь принадлежит, его, так сказать, полное имя, домашний каталог и шел, который будет запущен для его работы. Вот это все, что лежит в ПАСВД. Вот. Так вот, у каждого пользователя есть идентификатор. И у каждого процесса, по-моему, вот так. Нет, вот так. У каждого процесса, это ключик минус ЕФ, вот. У каждого процесса тоже есть идентификатор. Вот он. И что для нас сегодня более важно, или на что мы хотим обратить внимание, у него также есть хозяин. То есть, не бывает процессов, которые не принадлежат никому. Принцессы принадлежат какому-нибудь пользователю. Как видите, то, что у нас является частью ядра, разумеется, принадлежит некоторому пользователю root, он же суперпользователь, потом про него расскажу. Часть системных процессов, например, вот этот и вот этот, тоже принадлежат системному пользователю, суперпользователю root. Вот некоторые системные процессы принадлежат специальным пользователям, как полкит и месседж бас. Вот. В других системах их больше, здесь их поменьше. Ну, вот еще есть хрони. Вот. Это штука, которая занимается выполнением заданий по расписанию. И в данный момент, поскольку на севере присутствует один я, есть еще процесс, принадлежащий пользователю George. Мы с вами говорили, что когда мы совершаем операцию fork, у вас наследуется все окружение процесса. Идентификатор процесса тоже наследуется. То есть, хозяин процесса, пользователь, тоже наследуется. То есть, идея состоит в том, что идентификатор пользователя любого процесса, порожденного вашим, будет равен вашему идентификатору пользователю. То есть, все процессы, порожденные процессом, у которого хозяин George, у них будет хозяин George. Это жесткое правило, нарушение которого мы осудим в самом конце лекции. Вот. Таким образом, можно себе представить некоторое основание для защиты данных различных пользователей. Потому что мы внезапно видим, что каждый процесс принадлежит какому-нибудь пользователю. Каждый файл принадлежит какому-нибудь пользователю. Первое поле, если мы сейчас скажем N, нам нарисует тот самый UID, User ID. Вот это превращенное в текстовый вид на основании файла по СВД. А это непосредственно номер. И, соответственно, на основании того, что хочет сделать данный процесс, принадлежащий пользователю A, с данным файлом, принадлежащим пользователю B, мы можем принимать решение, разрешать этому процессу делать что-то с этим файлом или нет. Вообще, подавляющее большинство реализации прав доступа, которые вы встретите в линук-системе, подчинено этому закону. Это называется... Сейчас вспомню, как это называется. Субъект-субъектная модель прав доступа. Субъект-субъектная означает следующее. У нас есть субъект системы, пользователь, номинальный субъект, то есть User ID. Все активно действующие, то есть, как это называть, все процессы системы и все файлы системы принадлежат такому или иному пользователю, и мы можем принять решение, что этот пользователь с этими файлами имеет право делать. Видов доступа у нас всего три. Они заключены вот в этом триплетии RVX. И давайте пока рассмотрим только первый из них, а к двум другим мы вернемся. Значит, как нетрудно догадаться, R это read, W это write, а X это execute. В случае, если это файл, совершенно очевидно, что означают эти атрибуты. Значит, мы сейчас сосредоточились на первом триплете. Первый триплет это то, что может делать пользователь своим собственным файлом. Давайте мы отсюда выйдем и просто где-нибудь вот здесь, сегодня 12-я лекция, да? Где-нибудь вот здесь будем экспериментировать. Вот. Значит, создадим файл. Да нет же, все проще. Вот. Вот этот файл. Вот мы можем посмотреть на его содержимое. Обратите внимание, что этот файл доступен нам на чтении и на запись. Здесь первый триплет, напоминаю, это то, что сам хозяин, сам процесс, у которого идентификатор пользователя равен George, то бишь 10.55, может делать с файлом, у которого идентификатор пользователя равен George, то есть 10.55. Вот. В данном случае 10.55. Естественно, во всех системах они будут разные. Вот. Так вот, первый триплет определяет, что наши процессы, запущенные нами, а все процессы, нами запущенные, будут нам принадлежать, ну, например, Shell, например, PS, короче, все. На этом основании система принимает решение, что процесс, запущенный нами, может сделать с файлом, созданным нами, принадлежащим нам же. А именно мы можем туда писать и можем оттуда читать. Вот. То есть, если мы скажем что-то типа date больше больше о, то есть допишем в конец, нам никто ничего не возразит. Вы имеете право в этой ситуации. Давайте запретим себе запись в этот файл. Это делается с помощью командочки ch-mod. Change mode. Ну и, допустим, user-v. User-v означает запрет на write запись к файлу о. Давайте проверим, получилось ли у нас. У нас получилось. Обратите внимание, буква v пропала. И внезапно вот такая команда нам больше недоступна. Да, мы вместо того, чтобы писать файл, нам система выдает ошибку о том, что эта запись запрещена. Мы сами себе запретили писать файл. Но поскольку файл нам, файл принадлежит нам, у него user-id совпадает с user-id того процесса, который с ним работает, мы можем поменять ему атрибут с помощью командочки ch-mod и, например, сделать ему обратно плюс v. Ну, плюс v. О. И теперь эта команда отлично заработает. Мы можем запретить себе чтение из этого файла. Сказать ch-mod. U-ro. Смотрите, что получается. У нас получается файл, в который мы можем писать, а читать не можем. То есть команда записи отлично работает, а команда чтения внезапно нет. Про оставшиеся 6 символов я расскажу чуть позже, но заметьте тот факт, что нам запрещено из этого файла читать, и что идентификатор пользователя у процесса, который хочет читать, и идентификатор пользователя у файла совпадают. Означает, что мы для определения прав доступа пользуемся вот этим первым триплетом, и здесь написано, что писать можно и читать нельзя. Писать можно, читать нельзя. Ну, вернем обратно, как было. U плюс R, O. И внезапно оказывается, что читать можно. Такие вот несложные взаимоотношения у нас с файлом. Чуть более странное, хотя, в общем, тоже совершенно логичное поведение файла, если он доступен на выполнение. Смотрите, давайте создадим какой-нибудь, ну, не знаю, скрипт, ну, что-нибудь такое, CAD больше скрипт. Здесь напишем эхо ку-ку, еще эхо ку-ку-рику, да куча. CTRL-D. Помним, что стандартный ввод заканчивается нажатием CTRL-D. Получается, получается такой файл, который, по сути, является маленькой программкой на Shell, то бишь скриптом, то бишь сценарием. Что это значит? Это значит, что если мы скажем ему, например, вот так, Shell выполнит этот сценарий, то он его выполнит. Вот, пожалуйста. Тем не менее, ну, вот давайте посмотрим. Мы можем создать, допустим, программу, ну, какую-нибудь простейшую. Здесь вот совсем простейшую программу написать что-то типа print все тот же ку-ку. Ну, вот, что-то я тут намудрячил. И здесь тоже, и здесь тоже. Вот так, да? Обратите внимание на то, что наша программа, которую мы скомпилировали, отличается от всех других программ, ну, во-первых, зеленым цветом, но это всего лишь удобство, потому что этот зеленый цвет как раз происходит из-за того, что мы имеем право ее запускать. Видите, bit x. И мы ее можем запустить. А никакие другие из этих программ мы запустить не можем. По понятным причинам. Потому что у них нету bit x. Как вы думаете, что произойдет, если я скажу вот так? Что будет, если я попытаюсь запустить эту программу? Громче. Давайте на нее посмотрим. Давайте заодно посмотрим, если уж так интересно, как выглядит бинарник. Да? Что там, executable. Вот так выглядит бинарник. У него специальный загружаемый формат ELF. Вот. Есть еще дворфы, но это эльфы. Дальше какой-то код, какая-то исполняющая система C, еще какая-то юрантистика. И вот такой бинарный файл, как мы с вами уже видели, когда смотрели на дизассемблер, можно запустить. Вопрос. Что будет, если запущу вот такой файл? Это очень глупый вопрос, поэтому на него можно сразу отвечать. Эхо, ку-ку. А что, плохо видно? А, я понял. Вы хотите, чтобы было... Нормально. Нормально, хорошо. Да нет же, он просто выполнится. Я говорю, это глупый вопрос, он выполнится. А вот это уже более умный вопрос, но заметьте, не я его задал. Вот, вы... Зрите прямо в корень. Значит... Да. Shell. Shell, да. Значит, мы подходим к понятию сценарий в POSI-х системах, в частности в Linux. Сценарием в Linux-системе является исполняемый текстовый файл. Если вы не указали ничего другого, исполняемым текстовым файлом, исполнителем исполняемого текстового файла является Shell. То есть, если система смотрит в файл, определяет, что она не знает, что это за файл. И говорит, это файл. То она запускает Shell, говорит, Shell, выполни вот это. Это твой сценарий. В частности, тот факт, что мы поставили bit.x исполняемость текстового файла под названием скрипт, привел ровно к такой же работе, как если бы мы сказали вот так. Ну или что то же самое вот так. Вопрос на, как это, тестирование памяти. Почему это не работает? То есть, оно работает только неправильно. Он сказал какие-то волшебные слова. Ой, блин, а как его остановить? Черт, это был сложный вопрос. У нас вместо нашей программы запустилась какая-то другая программа скрипт. Она даже сказала, что он стартит. Знаете, что она делает, кстати, программа скрипт? Не ту, которую мы написали, а вот та, которая в системе лежит. Она записывает сеанс работы в терминале, его потом проиграть можно. Черт. Это, конечно, очень клево, но мы, я хотел не про это поговорить. Вот. Это просто какие символы вводились и выводились, когда мы работали с терминалом. Ну, можно, например, cat сказать, он быстро-быстро-быстро все проиграет. А можно с помощью специального проигрателя проиграть. Я хотел рассказать не про это. Окей. Короче говоря, я хотел сказать про другое. Я хотел сказать вот про что. Так работает, а вот так не работает. Почему? Это глупый вопрос. На память исключительно. В пути. Что? В пути. Да, да, да. Совершенно справедливо. Текущий каталог не является частью тех путей, в котором лежат, ищутся бинарники. Ну, и поэтому нам нужно всегда говорить, в каком каталоге он лежит, например, в текущем. Вот. Из этого, из моей речи предыдущей, предпредыдущей, извините, следует, что мы, наверное, можем каким-то образом специфицировать, кто является исполнителем нашего сценария. Смотрите. Палева. Программа на питоне. Пытаемся ее запустить. ООО только называется, да? Не работает. Почему не работает? Потому что это программа, про которую система не знает, какого она типа. То, что она кончается на точке P, не значит ничего. Расширение в редких случаях что-то значит в Linux-системе. Единственное место, где мы видели, что расширение, два места, где мы видели, что расширение что-то значит, это когда текстовый редактор открывает файл по расширению, он пытается раскраску подобрать. И когда компилятор типа CC видит файл, то он может странслировать с языка C файл, заканчиваясь на точку C, или слинковать, например, вызвать LD и слинковать файл, заканчиваясь на точку O, или заэссимилировать файл, заканчиваясь на точку S. Во всех альтернатальных случаях то, что у файла в конце стоит точка что-то, практически на что не влияет. В частности, здесь он попытался выполнить этот файл как файл на Shelly. И Shelly сказал, синтаксическая ошибка, вы не определили, ну, короче, неожиданный токен ку-ку, так в Shelly программа не пишется. Синтекса в нем другая. Для того, чтобы указать интерпретатор, который будет интерпретировать вашу программу, нужно вставить значащий комментарий, который на жаргоне называется шибанг. Плохо видно. Сейчас мы колор-схему поменяем. Надо все-таки подобрать яркую колор-схему, потому что тут моя, а моя, видите, такая немножко. Вот, значит, вот это называется шибанг. Комментарий. В большинстве скриптовых языков комментарий начинается с решетки. В линдоксе так вообще практически во всех. Дальше восклицательный знак. Это как раз признак того, что это значащий комментарий шибанг. Собственно, шибанг это, как это, забыл, как это называется, короче, а бэнг это восклицательный знак. И дальше идет название интерпретатора, который вы хотите запустить. Только здесь, конечно, надо написать Python. И даже не Python, а Python 3. И не bin, а userbin. Он там лежит. Вот. Вот если вы написали так, система поймет, что данный сценарий предназначен вот для этого интерпретатора, запустит его для обработки этого файла. Проверяем. Что абсолютно то же самое. Вот. То есть фактически этим и является. Если мы сейчас посмотрим, смотрите, сейчас давайте вот что сделаем. Давайте мы здесь скажем input. Вот. Запустим его, а в соседнем окошке посмотрим, посмотрим таблицу процессов. Вау. Ну, хорошо. Что там было? О.п, да? О, нет. А что было, что не так? А, это на сугоне. Это на сугоне. Сейчас, 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 сейчас. О. Вот, вот к чему привело, привел запуск скрипта, в котором через шубанк указан интерпретатор. Так нетрудно догадаться. Вы можете написать свой собственный интерпретатор и можете писать под него скрипты, указывая его в качестве интерпретатора. Никаких проблем. Вот давайте напишем даже его. Вот, там, о.с, да? Ща. Принт ку-ку, естественно. Дальше. Ну, давайте мы вот что сделаем. Мну, 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 мну. А, ну. For. Так, значит, он будет, он будет у нас, он будет у нас первым параметром. Вы видели, да? Значит, вот здесь в картинке было видно, что когда вы запускаете скрипт к вашему интерпретатору, собственно, имя файла передается первым параметром. Ну, окей, пускай имя файла передается первым параметром. Значит, у нас будет, соответственно, файл звездочка fp. Ку-ку оставим. fp равняется fopen argv первое, первый параметр на текст. Дальше for, э, while. Давайте еще тут напишем int c. While c равняется fgets. fgets, это чтение из файла. Чтение одного символа из файла. Обратите внимание, оно все равно имеет тип int. На тот случай, чтобы мы распознали euf. В gets от fp не равно euf. Это было слово euf. Ну, и здесь, типа, print, ну, скажем, вот так вот. Минус, процент d, минус, запятая, c. Можно его даже закрыть ради интереса. fclose от fp. Значит, это просто программа, которая открывает файл, как-то его читает и его закрывает. Больше ничего. Почему? Да, то есть, если мы это дело странслируем, мы получим ошибку. В loss, понятно. В loss это неправильная программа. Надо fclose написать. Так. Ну, допустим, у нас есть наш файл, ну, допустим, дает больше о, да? А, аут. А, естественно, почему он сказал segmentation файл? Он попытался открыть несуществующий файл, который мы передали. О, пожалуйста. Че? А че так долго? Сейчас. Он в какой-то момент должен был закрыться. Че я сделал неправильно? Надо почитать man fgc. Может, он возвращает что-нибудь не то? Так, return value. А, понятно. Unsigned char, который… А, нет. Ильев, если он… Ну, нормально все. Почему он мне не выдал, закрутился в конце? Непонятно. Сейчас, секунду. Тут вообще какая-то хрень. А, может, он не открылся? Может, он просто не открылся? Тогда бы он упал. Ну вот. Решил симпровизировать, и получилась ерунда какая-то. Сейчас, секунду. Показывают 1984. Он на что-то намекает или как? Ну вот. Сейчас. Я еще чуть-чуть потуплю. Если ничего не получится, бросим это дело. Хотя, конечно, обидно. А, спасибо, дорогой. Спасибо. Тут присваивание должно быть. Отлично. Отлично. Так оно и есть. Шикарно. Значит, смотрите. Я написал какую-то программу, которая называется Out. Давайте мы ее переименуем в не знаю что. Prog. Ой. То есть Out в Prog. А точка Out Prog. Вот. Я написал какую-то программу, которая лежит в каталоге Home George 12 Permissions slash Prog, который, если ее запустить и передать ей в качестве параметра файл, работает... Тут уже теперь Prog. Работает вот так. Да? Давайте мы еще и в конце, в конце напишем print в кукурику, чтобы... Чтобы уж не было вот такой вот фигни вот некрасивой. Да? Где там CC наша? Вот. О, шикарно. Так вот, теперь мы можем написать сценарий, который передастся программе и выполнится. Смотрите. Можем писать вот так. Нет. Что там? Сейчас, секунду. Во. Вот это наш интерпретатор, а вот это все вместе файл, который ему передается. То есть, фактически, запуск текстового файла привел к тому, что запустился интерпретатор, который у этого файла в начале указан, а потом сам этот файл в качестве входного этому интерпретатору скормился, что мы, собственно, видим в виде вот этого файла, сдампленного в десятичном виде. Такие дела. И это так, в принципе, работает, так, в принципе, работает понятие сценарий в линук-системах. Возвращаемся к правам доступа. Значит, вот я думаю, про каталог сейчас сказать или позже. Наверное, позже, потому что надо сначала разобраться с оставшимися триплетами. Значит, мы сейчас говорили про права доступа только первые три буковки, первый триплет rvx для пользователя, для хозяина файла. Между тем, есть еще два. Ну, один ответ очевиден. Если есть хозяин файла и не хозяин файла, то, наверное, я как хозяин могу для не хозяина определить другие права доступа. То есть, допустим, у нас есть каталог, ну, не знаю, там, корень, нет, какой-нибудь ETC, да? И в каталоге с нашей ETC лежат всякие конфигурационные файлы каких-то, значит, конфигурационные файлы каких-то сервисов в количестве. Их тут много. которые принадлежат в основном пользователю root, первая колонка, за очень небольшим исключением. И мы, как не пользователь root, а совсем другой пользователь, скорее всего, имеем доступ по последней колонке, проходим по разделу другой. Сейчас я посмотрю, являюсь ли я членом группы root. Нет, не являюсь. Очень хорошо. Членом группы вилл являюсь, а членом группы root нет. Значит, допустим, если взять файл, ну не знаю, etc, rpc, а вот этот, то мы в него можем посмотреть, там лежат какие-то настройки чего-то, но мы не можем в него записать. почему? Потому что у нас идентификатор пользователя джонш, а у него идентификатор пользователя root, это означает, что это не наш файл, а это означает, что способ доступа определяется по последнему триплету. в каталоге etc на самом деле есть файлы, которые мы прочитать даже не можем. Вот найдите здесь такой. Я вижу их как минимум четыре. все четыре, кстати, являются файлами. Что такое с паролями файл? Shadow, да. Например, файл Shadow, который исторически так был устроен, что там как раз лежали все те самые пароли, которые мы выбросили из файла по свд. Для систем семейства Alt-Linux и OpenWall это не так. Значит, он предназначен для чтения только хозяина. И, кстати, только для чтения. Как бы для записи не предназначен, но об этом мы еще поговорим. Поэтому, если мы пытаемся попытаемся получить к нему доступ любым способом, не тут-то было. И вообще мы с ним ничего сделать не можем. он как есть, такой, так и лежит. И это довольно тупая система организации прав доступа становится внезапно достаточно гибкой при введении третьего уровня, второго уровня косвенности, который называется множественный субъект системы или группа. То есть, файл может принадлежать пользователю, но еще может являться членом, принадлежать некоторой группе. процесс может принадлежать пользователю, но еще он может принадлежать некоторой группе. Пользователь же может быть участником сразу нескольких групп. Вот этот пользователь, Джордж, является участником группы Джордж, которая специально для него базовая, она его родная, а также Вилл, Хэшман, студент, Джордж А и Джордж Б. То есть, множественный субъект или группа это такая штука, в которой может быть несколько участников, разумеется, не только один Джордж является членом группы студент, догадайтесь еще кто. И с другой стороны, во-первых, в группе может быть много участников, и во-вторых, каждый пользователь может быть участником нескольких групп. Это вводит нам чуть более гибкий способ использования файлов, когда сразу несколько, но не все пользователи системы, а именно члены определенной группы получают доступ к этому самому файлу. И именно этим у нас занимается второй триплет из трех. Это ситуация, когда процесс, принадлежащий некоторой группе, обращается к файлу, принадлежащий некоторой группе. В действительности ситуация чуть более сложная. Значит, сейчас я покажу, если я вспомню, а вот минус EO, минус EO, вот это фигня, и вот здесь вот еще процент U, процент G. О! Значит, вот это как бы, я сам задал формат вывода списка процессов, и в этом списке я указываю, чтобы мне показали, какому пользователю и какой группе он принадлежит. Правда, как видите, здесь полное совпадение, то есть тут нет такого, что процесс принадлежит одному пользователю, а группе другой. Хотя, такие процессы знаю, да. Во! Значит, сейчас, сейчас, сейчас про группу расскажу, это чуть более сложная штука. Вот я запустил программу по СВД, я сильно подозреваю, что программа по СВД, да нет, она тоже только мне принадлежит. Какая обида? Какая обида? Так. Ну ладно. Значит, с группой ситуация, почему программа ПС по умолчанию не показывает группу вообще, а показывает только если я очень попрошу. Потому что на самом деле определение принадлежности процесса группе, именно процесса, делается так, мы смотрим, кто хозяин этого процесса, и дальше смотрим весь список его групп. То есть процесс считается принадлежащий любой группе, которой принадлежит его хозяин. Если процесс запустил, например, вот этот процесс, запустил пользователь George, то он, этот процесс является членом всех вот этих групп. А вот файл является членом только одной группы. Ну, например, я могу сказать chgrp student ну, допустим, o. вот, пожалуйста, теперь файл принадлежит пользователю George и группе студентов. Некоторые пользователи, не являющиеся, давайте сделаем так, еще скажем, чмот o-x, то есть все остальные не члены группы и не хозяин не имеют права пользоваться файлом o, вот, и получим следующий триплет. Хозяин имеет право чтения, запуска и выполнения этого файла. И изменения, чтения, изменения и запуска. Члены группы студентов имеют право этот файл читать и исполнять. Все остальные имеют право только читать, исполнять не имеют. Сейчас попробуют продемонстрировать, хотя, наверное, это будет не так просто. У нас есть вообще не члены группы студентов в этой системе или нет? Если нет, то сейчас посмотрим. Ну, давайте создадим, господи. Ну, хорошо, а дузер? Это было слово гекас. Вот так. Да что ж такое-то? Наизусть не помню уже. Вот. Вот мы создали пользователя, который не является, это я из-под суперпользователя работаю, если вы не заметили, видите слово root, про суперпользователя сейчас расскажу, который не является членом группы студентов. Если мы сейчас в него запустим программу с правами пользователя Tempuzer, вот он, то я смогу посмотреть содержимое каталога Slash Home, содержимое подкаталога George, SRC и кто там у нас 12, да? Вот. LS-L. Я могу в этом каталоге запустить, например, программу под названием Prog. Она упадет, потому что ей нужен параметр. Я не могу в этом каталоге запустить программу под названием O. Потому что текущий идентификатор пользователя у меня Tempuzer, он является членом ровно одной группы, он не является членом группы студентов, он не является членом группы студентов, значит, ему не подходит ни этот триплет, потому что не совпадают уиды, ни этот триплет, потому что не совпадают списки групп, он не является, он не входит в группу students, значит последний триплет. То есть мы можем этот файл только читать, а читать мы его можем. Мы можем, например, сделать вот так. Мы можем скопировать оттуда этот файл к себе, сделать его исполнимый и отсюда его запустить, потому что файл при копировании, естественно, ему присвоились наши права. Понятно, что мы не можем при копировании файлов присвоить ему чужие права, не имеем права, только свои. Такие вот дела. Вопросы, потому что, мне кажется, тут возможно непонятки. Множественный субъект, то есть группа, членом которых может быть всевозможные пользователи. И если процесс принадлежит пользователю, который является членом данной группы от файла, если процесс принадлежит пользователю, который является хозяином данного файла, используется первый триплет. Если процесс принадлежит пользователю, который является членом группы студент, то бишь членом группы, которой помечен файл, используется второй триплет. И, наконец, в противном случае, если это посторонний человек, используется третий триплет. Я, кстати, наверное, могу в кого-нибудь из вас сунутся. Пожалуйста, в Богдана. Провокация. И внезапно этот файл, поскольку он является членом группы студентц. Этот файл окажется для нас исполняемым. Упс, такие дела. Напоминаю, что он вообще исполняемый за счет того, что у нас вот этот файл является исполняемым для нас. Если мы, скажем, запретим запуск вот этого файла, то, естественно, этот скрип не запустится, потому что не запустится вот этот файл, не запустится интерпретация. Но это уже так. Так, я могу продолжать, потому что я на этом буду сейчас довольно сложную штуку на примере этой вещи рассказывать. Окей, не слышу протестующих криков, значит, либо все равно, либо могу. Собственно, все обычные дискреционные права доступа, они еще называются дискреционными права, которые следуют модели субъект-субъект, то есть разборок хозяйствующих субъектов, извините за выражение, называются еще дискреционные права доступа, и они на этом заканчиваются. Мы можем, поскольку все процессы, порождаемые из данного процесса, всегда наследуют уид данного процесса, все мои процессы всегда будут принадлежать мне, что делать с моими файлами определяю я, менять права доступа на свои файлы имею право только я, соответственно, вот я поменял на другую группу, поскольку я являюсь ее членом, я могу это сделать, да, и теперь члены группы студентов тоже могут пользоваться этим файлом. Чуть более хитрая ситуация с каталогом. Смотрите. Вот какие у нас права доступа к данному каталогу. Значит, данный каталог называется DIR. Права доступа у у него вот эти RVX для хозяина, RX и RNs для всех остальных и для группы. Вот. Это родительский каталог, то есть вот этот самый там, который примешившим, но не важно, и вот у него два файла. Что означает права доступа на чтение к каталогу? Права доступа на чтение к каталогу, каталог мы помним, что это такое. Это просто такой файл, в котором лежат имена файлов и ноды, с которой они начинаются. Больше ничего. Просто свалка файлов и нодов. Так вот, права доступа к каталогу на чтение означают возможность прочитать вот эту свалку файлов и нодов. И больше ничего. То есть мы говорим имя файла и номер который мы соответствуем. А вот права на использование execute каталога означают разрешение вам осуществлять доступ до этого самого и нода. В противном случае вы не сможете с помощью имени файла добраться до его содержимого. У вас есть имя файла, есть номер нода, но операция «пожалуйста, открой мне файл, лежащий за этим нодом» в случае, если у вас права доступа на x запрещены, не работает. Сейчас я это продемонстрирую. То есть можно к этому относиться так. Если у вас есть права на чтение каталога, но нет прав на использование, вы можете только прочитать содержимое этого каталога. Если у вас есть права на использование каталога, вы можете воспользоваться файлами, которые лежат в этом каталоге. Показываю. Давайте мы уйдем чуть раньше. Вот у нас права доступа на наш DIR. Ну или если хотите, можно вот так сказать, тогда это будет права доступа на сам DIR. Давайте, как мы и решили, в чмот минус R DIR. Обратите внимание, я не написал здесь «кому», значит «всем». Минус R без указания того «о» это «у» или «г», то есть группа «other» или «user», означает, что у нас сейчас каталог будет вообще без права чтения, только на право использования. Как вы думаете, смогу ли я сказать вот так? Исходя из того, что было сказано только что. То есть права пользоваться этим каталогом я могу, а права читать из него не имею. Вопрос ко всем. Громче. Да. Значит, мы не сможем воспользоваться командой LSDIR, потому что нам, собственно, как раз не разрешено читать список файлов, ибо чтение каталога – это доступ к этому самому списку. А вот так, например, кат, DIR, как он там назывался, файл 1? Почему? Да, мы не работаем со списком файлов, которые в этом каталоге лежат. Мы просто говорим, что дай нам, пожалуйста, доступ к тому иноду, который лежит у тебя под именем файл 1. И это право нам разрешено. Получается, если папка закрыта, мы можем перебрать все условные имена файлов? Да, 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 да. Все условные имена файлов с учетом того, что это любые символы практически любой длины. Да, можем. Но мы все равно можем. Можем. Это такой, если хотите, security by obscurity, да? То есть, если ты не знаешь имя временного файла, а имя временного файла – это случайная, довольно длинная, случайная строка, то вряд ли за фиксным таймом, да еще и будучи незамеченным, ты это имя подберешь. Хотя идеальный вариант, помните такая штука, временные файлы, которые открываются и тут же удаляются, и поэтому дискриптором владеет только хозяин. Вот. Но да, есть такая техника – сокрытие имен файлов за вот такой штукой. Мы не можем узнать, что это за имя, вот, но зато можем воспользоваться, если это имя уже знаем. Обратная ситуация. Можно вопрос? Да. Мы скопируем вот этот вот файл, то, получается, мы сможем к нему иметь доступ? Так мы и так можем к нему иметь доступ, видите, да? Мы и так можем к нему иметь доступ. Ага, если мы скопируем файл в другой файл, можем ли мы узнать, как он называется? Да, мы только что задали его имя. Не, не мой имя, а вот то, что в нем лежит. Так мы и так можем туда… Смотрите, сам факт копирования этого файла – это и есть доступ к тому, что в нем лежит. Вот же, мы можем это сделать. Я ответил на вопрос? Да. А если мы папку скопируем? Боюсь, что нет. А, кстати, а вот… Не можем. Вообще никак. Никак. Копирование папки – это, конечно же, ну, каталог. Это, конечно же, создание рекурсивного нового каталога и перекладывание оттуда всего того, что было в старом. Вот. Мы даже сможем, наверное, смотрите, мы даже сможем сделать ln, а может и нет, кстати. А, сможем. Во. Мы даже сможем создать ссылку. То есть это будет один и тот же файл с двумя именами. Одно имя нам доступно и со всеми пирожками, а второе имя нам, в общем-то, недоступно. Только мы знали, какое оно было. Такие дела. Теперь давайте рассмотрим обратную ситуацию. Она менее осмысленная. Здесь еще можем говорить про какой-то security, про что-то такое. А минус x, dir. Ну, а это all, dir. Да? Ну, вот смотрите. То есть мы имеем доступ к содержимому этого каталога, но не имеем доступа к его файлам. И вот тут возникает довольно забавная ситуация. Я сейчас ее проиллюстрирую. Я сначала вызову просто ls. Смотрите. Все хорошо. Я вижу список файлов. Но я не зря написал вот такой ls, а не вот такой. Дело в том, что ls как командочка, в силу некоторых удобств, которые предоставляет нам shell, это не просто ls, а вот такая штука с... Вот, видите? Когда мы говорим просто ls, он на самом деле нам еще раскрашивает. Он говорит, другой ls, пользователь любит красивые картинки. Раскрайся. И он вместо команды ls запускает команды ls минус color after. И так вот, как вы думаете, это вот что? Почему так? Подсказка. Он не имеет доступа к инодам, в котором, как известно, лежат вообще все атрибуты этого файла. Соответственно, он не может понять, он исполняемый, неисполняемый, какому пользователю принадлежит. Поэтому ls минус l нам выдает на этих местах, ничего не понял. А если минус l, то там нет. Но при попытке, при попытке сделать стат от этого файла, открыть его и нот, нам, естественно, говорят, permission denied. Такие дела. Да-да-да, сейчас, секунду. Или прям сейчас, да. Да, вот эта ситуация, когда, да, вот смотрите. Да-да-да, у него бит использования, у него бит использования выключен у этого каталога. Почему бы нет? Потому что их больше нету. Есть read, write и execute. Execute в данном случае трактуется как использование. Это довольно удобный мем на русском языке, потому что использование файла – это его запуск, а использование каталога – это доступ к его содержимому. Ну, как-то так. Еще раз. Кстати, вот, если мы содержимое каталога просматриваем, то он нам возвращает и ноты? Нет. Расскажите, вот я просмотрел, смотрите. Вот я посмотрел содержимое каталога, где здесь и ноты? Ну, он может быть берется, и ноты берется, и имя файла. Нет, имя файла – это и есть содержимое каталога. Мы начали привязанное, но оно прямо там лежит, да? Каталог – это и есть табличка, в которой написано имя файла и ноты, имя файла и ноты, имя файла и ноты. В обратную сторону? Ну, разумеется, нет. У нас может быть сколько угодно имен у одного и того же файла. Да, совершенно справедливо. Окей. Дальше будет хуже, предупреждаю. Так. Вернули, как было. Вернули, как было. Кстати сказать, наиболее наблюдательные из вас могли видеть, как я использовал команду CHMOD на практикуме. Никто не помнит? Я даже и вам сейчас покажу. Ну, давай, 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 давай. Не покажу. А, потому что я использую… Нет, CHGRP, да. Во. Тоже нет? Вот она. И это из RealLife команда. Вы не думайте, что это вообще никому не нужно. Когда я запускаю шаридный экран, у него создается сокет, кстати, это шокет, вот этот демо шарид, это файл типа сокет, через который мы все общаемся, который доступен только мне, пользователю George. А мне нужно, чтобы в него мог любой студент подключиться. Смотрите, давайте я прям запущу его. Узнаете картинку? Там что-то MPD демо шарит, да? Обратите внимание, что это пользователь George и группа George. То есть все члены группы George могут сейчас подключиться к этому экранчику. Только нет, потому что у нас есть единственный член группы George, это я. А вот когда я делаю ему CHGRP вот так, он становится принадлежащим группе студент, и внезапно, трам-тарарам, любой студент может подключиться к этому сокету. Мы этим пользуемся на каждом занятии, когда я запускаю вот этот MOOC. Такие дела. Хорошо. Что-то я еще хотел сказать на эту тему. А, да, есть одна забавная штука, связанная именно с вот этим вот понятием доступ на чтение, доступ на запись, доступ на, кстати, запись в каталог. Что такое доступ на запись в каталог? Это право менять вот этот список. Файл и нот, файл и нот. Обратите внимание, доступ на запись в каталог, это право менять список файлов в этом каталоге. Это означает, что доступ на запись в каталог, вообще говоря, никак не связан с тем фактом, кому файлы в этом каталоге принадлежат. Я могу, например, удалить чужой файл из своего каталога. Смотрите, где-то у нас был тут супер... Это не суперпользователь, это Богдан. Значит, вот это суперпользователи. Сейчас мы возьмем и нагадим в каталог пользователя Джордж, ну, допустим, наш любимый дейт. Вот. Чужой файл в нашем каталоге, смотрите. Каталог мой, давайте я скажу еще AL, чтобы было понятно. Вот права на мой каталог. Он принадлежит пользователю Джордж, группе Джордж. Джордж имеет право с ним делать все, что угодно. В нем внезапно появился чужой файл. Я в него писать не могу, в этот файл. А удалить я его могу. Минус F – это ключик, который говорит РМу, не спрашивай, удаляй. И он удаляет. Видите? То есть, вспоминаем, что такое вообще имя файла. Имя файла – это еще одна, yet another, ссылка на enote. Их может быть по всей файлосистеме куча. Как только мы удаляем одно имя, но от этого никто не страдает. Как говорил монстр из рассказа Роберта Шекли, я не собираюсь причинять тебе вреда, я только собираюсь тебя съесть. Мы не собираемся причинять этому файлу, вреда этому файлу, мы только имя у него удаляем. А значит, если это имя было последнее, ну, как бы сам виноват, положил свой файл в мой каталог, я имею право его удалить. Такие дела. Тут возникает одна сложность, странная, которая стоит в следующем. Вообще говоря, в Linux-системе вы можете записывать файлы всего в два каталога. В свой собственный, домашний, который вот такой. Это было слово эхо. Осталось? А, нормально. В свой собственный каталог. И в каталог слэш-тмп еще. Вот сюда. Вот этот каталог тмп может кто угодно записывать файлы. Например, вот этот демо-шарит, тот самый сокет, который мы запускали. Он создавался именно в каталоге тмп, потому что там его всем видно. Я могу что угодно. Почему так? Потому что каталог тмп... Где он? А, еще а надо было сказать. Потому что каталог тмп вообще доступен на запись, чтение и использование всем пользователям. Мы букву т пока не смотрим. Будем считать, что там написано х. Если бы там не было этой буквы т, то в использовании каталога тмп была бы опасность. Опасность состоит в следующем. Я создаю файл свой. Пишу туда, собираясь писать туда какие-то секретные сведения. Делаю его доступным только себе, но создаю его как дурак в каталоге тмп. Пока я собираюсь писать туда секретные сведения, приходит атакующий, удаляет этот файл, потому что у каталога права на удаление любого. Пишет свой. Разрешает туда писать мне тоже. Но при этом и себе. Я пишу туда секретные сведения, а он читает. Для того, чтобы такого не происходило, в каталогах с множественным доступом используется еще один лишний, не относящийся к этому триплету, 10-й бит, который раньше использовался для каких-то совершенно умопромочительных вещей. Кажется, такой файл запускаемый, будучи загружен в память, нельзя было выгружать в своп. Вот какая-то такая фигня, вот мне уже, я уже и не помню. Теперь это для файлов не используется, а используется для каталогов. И вот этот бит т, собственно, и означает, что чужие файлы из этого каталога удалять нельзя. Это единственное, что он означает. Я тут расписал идеальную систему защиты от доступа. Смотрите. Все процессы, порождаемые нами, принадлежат только нам. Порождаемые Васей Пупкиным принадлежат только Васе Пупкину. Я определяю права доступа к своим файлам, потому что я хозяин моих файлов. Я определяю, Васей Пупкин определяет доступ к своим файлам, потому что он им хозяин. Все хорошо, одна проблема. Вот я логиню систему, я говорю с ССХ на удаленный сервер. С правами доступа кого запущен с той стороны ССХ сервер, что он внезапно может стать мной, вами, Васей Пупкиным и кем угодно. Если мы только что договорились, что при порождении одного процесса другим, этот другой процесс наследует идентификатор пользователя, идентификатор группы, порождающего процесс. Правильный ответ? Не бывает. Если мы не определим механизм нарушения этих прав доступа, так не будет. Механизм нарушения называется seduit. И это такой системный вызов. Любой процесс в системе может сказать, я хочу стать другим пользователем, пожалуйста, запусти мой процесс с правами другого пользователя. С вероятностью чуть меньше, чем 100%, всем ответить нет, ты не хочешь, не дам. Обычный пользователь не имеет права запускать процесс, который внезапно после запуска становится процессом, принадлежащим к другому пользователю. Системный визов seduit, который меняет уид запущенного процесса, обычным пользователям недоступен. Зачем он тогда нужен, спрашивайте вы. Дело в том, что в этой модели, которая используется в Linux системах, есть так называемый доверенный субъект, единственный субъект, то есть единственный специальный пользователь, идентификатор которого гарантирует на решение большинство прав доступа. Этот специальный пользователь называется root, имеет идентификатор 0, uid0, и именно наличие uid0 у процесса позволяет ему нарушать права доступа. Я могу, будучи запустивший процесс с правами root, то есть с правами суперпользователя, то есть uid0, читать любые файлы в системе, в том числе те, которые читать нельзя никому. Я могу, смотрите, и писать в них могу. То есть читать-то ладно, тут вроде бы разрешено root учитать, но я могу, например, дописать в них какую-нибудь ерунду. И мне никто ничего не скажет, несмотря на то, что это системный файл. Смотрите. Видали? Файл, который запрещен даже мне на запись, на самом деле, поскольку я root, мне на запись разрешу, надо срочно это исправить, я испортил системный файл. Видишь? Даже V мне сказал, ребята, смотрите, вот этот файл защищен от... А мне все равно, я могу, потому что я суперпользователь. Потому что могу, как говорится. Есть только, по-моему, один вид доступа, который root нарушить не может напрямую. Это доступ на исполнение. Root не может запустить неисполняемый файл, зато может любому файлу этот бит навесить, даже если он не его. Все права доступа, которые мы сейчас говорили, доверенный субъект, то есть процесс с идентификатором пользователя 0, может нарушать. Это первое исключение, которое мы сделали. И у меня осталась всего одна минута, но я все-таки это объявлю, а в следующий раз мы с этого начнем. И вторая, пожалуй, самая важная штука. Предположим, мы захотели запустить процесс, которому нужны какие-то исключительные права. Ну, допустим, какой-нибудь, ну не знаю, пинг. Почему пингу нужны исключительные права? Потому что утилита пинг генерирует низкоуровневый пакет сетевого уровня, уровня 2, уровня IP. И, вообще говоря, обычно, и посылает его внезапно прямо вот в сеть. Обычному пользователю это запрещено делать. Либо экзек, пинг, пинг. Господи, прости, это что такое? Это кто так придумал? Ну, хорошо. А-а-а, мне туда еще залезть нельзя. Примешен, динам. Огороды, все, огороды. Хорошо. Из-под рутата все можно, правда? ЛС. ЛС минус Л. Во! Обратите внимание на то... Ах ты ж, зараза, тут уже все исправлено. Блин. Я хотел простой пример привести, привел сложный. Сейчас найду простой. Или не найду. Чертов, Линукс, избавились от всех несекьюрных процессов, а? Слушайте, правды нету. Офигеть. Я отстал от жизни. Сейчас, а может быть здесь есть где-нибудь? Похоже, у нас время просто закончилось. Похоже, я эту тему отложу на следующий раз. Но это удивительно. Во! Я нашел. Я на этом закончу, а в следующий раз мы с этого начнем. Вот. Вот этот процесс, который называется хдидидитемп. Не знаю, что он делает, ничего хорошего он не делает, явно. Обратите внимание на его права доступа. Он запрещен вообще на все. Всем. Он разрешен только на запуск членам группы Вилл. И у него внезапно буква С вместо буквы Х. Вот эта буква С вместо буквы Х означает, что при запуске пользователям процесса из этого файла, полученный процесс получит идентификатор пользователя, равный, не унаследованный от запускающего процесса, а взятый из этого файла, то есть рутовый. Таким образом, члены группы Вилл могут запустить конкретно вот этот процесс от рута. Потому что вот этот флаг, вот этот атрибут означает, что при запуске вот этого бинарника полученный процесс унаследует юзер-айди не у родительского процесса, а у самого файла, то бишь рут. Таких файлов, как вы видите, в системе раз-два я обчелся, потому что они являются потенциальным нарушением безопасности. Если я вдруг придумаю, какие волшебные параметры скормить программе ХД тем, чтобы она все взорвала к чертям от рута, например, все удалила, то я победитель. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем лекцию. В следующий раз начнем с этого места, потому что оно сложное. Если есть какие-то вопросы, задавайте, но мне кажется, что хватит. Но задавайте, если что, все-таки. Мало ли что мне кажется.